Микс Ньюз. Вот буквально в такой предвыборной лихорадке, но, может быть, сначала несколько слов о том вообще, с каким настроением, с какими планами вы вступаете, вот как частные вузы, как представители частных вузов вообще вот в этот год, да, может быть, что-то новенькое, может быть, какие-то изменения, а потом уже поговорим и по этим поправкам. Ну, что новенькое. Добрый день еще раз. В принципе, те программы, которые есть, они будут реализоваться. Ну, насчет этих поправок, уже упомянутых по русскому языку, естественно, что эта проблема будет. Я не знаю, что будет делать новый сейм с этим и новое правительство, когда оно оформится, но я опасаюсь, что при такой довольно, ну, что ли, из многих партий сделанное правительство, она вряд ли рискнет еще раз, так сказать, что-то здесь пересмотреть. В остальном, ну, студенты приезжают, учатся, они будут учиться, это полностью необходимо, там, эти все данные показывают, что те, у которых образование получше, и у которых они больше получают, и у них опасность стать безработными меньше, так что здесь все остальные процессы будут идти дальше. Вот одна из, я так понимаю, не знаю, мыслей, если они вообще были у тех, кто придумал вот эти языковые поправки, была такова, может быть, они ее боялись публично озвучить, но они намекали о том, что, вы знаете, у нас вузов в стране много. Вы, наверное, эту песню слышите не первый год, да, государственных вузов много и частных много, и вот надо придумывать разные такие вот нюансы, которые бы заставили эти вузы или объединиться, или закрыться. Как вам кажется, может быть, это была мысль у некоторых политиков? Ну, я не знаю, но это надо спрашивать этим политикам, что они там думали. А что касается количества вузов, то вопрос не в том, они много или мало, это же жизнь показывает, сколько они должны быть, столько они есть. Это рынок решает, да? Ну, естественно, есть вузы, которые закрываются, есть вузы, которые объединяются, есть вузы, которые открываются заново. Кстати, те же политики не один раз говорили о том, что надо открыть еще один новый вуз, который будет заниматься компьютерными делами. Так что нет такого там. Окажется, что, я не знаю, что вузы слишком много, что кто-то из них лишний, так кто-то закроется, и это все жизнь покажет. Я бы хотел здесь внести некоторую систему отсчета. Вот, понимаете, когда мы говорим о количестве вузов, мы как бы исповедуем старую плановую парадигму. Понимаете, но ситуация-то радикально изменяется. В конечном счете любой человек вправе получать образование, независимо от того, как он его собирается использовать. Возможно, на производстве, а возможно, у себя на кухне. Понимаете? Это его право. Это его право, понимаете? Это его право. Более того, вообще должен минимизировать барьеры допуска к верхнему образованию. Понимаете? Если человек имеет необходимые предпосылки, я имею в виду аттестат и так далее, и имеет желание, значит, ему нужно дать возможность получить это образование. И, естественно, нужно оставить за ним право, в общем-то, выбирать вуз. Если вернуться к инновациям, в том числе и законодательным. Понимаете? Любая инновация обретает какой-то конкретный смысл только в контексте тех объективных процессов, которые сейчас происходят. Применительно к верхнему образованию. Я думаю, что основные здесь тренды, как говорят, это бесспорный стремительный рост количества информации. Стремительный. Это приводит к тому, что вообще-то мы становимся малоспособными к переработке информации и к получению достоверной информации. Сегодня мало кто умеет вести достаточно полный и точный информационный поиск. Это приводит к тому, что количество или удельный вес недостоверной информации благодаря этому интернету просто зашкаливает. Навыков отличить достоверную информацию от недостоверной и методических рекомендаций почти не существует. На этом фоне резко возрос диапазон мнений. То есть по даже, казалось бы, бесспорным вопросам существует огромный диапазон мнений. При этом система ценностей тоже как-то изменилась. Сегодня наличие оригинального мнения иногда представляется важнее, чем наличие мнения истинного или конструктивного. Но истина-то конкретна, несмотря на то, что мнений может быть бесконечно множество. Вот возвращаясь к этим все-таки... Извините, еще добавлю. И, к сожалению, происходит девальвация ценностей научных знаний, снижение научной грамотности, причем как обучаемых, так и обучающих. Я пытаюсь рисовать вот эти реальности, потому что Балтийская международная академия как раз свой новый 18-19 учебный год началась с того, что попыталась проанализировать наиболее значимые и конкретно для нас тренды, которые имеют место. И попытаться предложить какие-то инновации для самих себя, чтобы препятствовать негативным и способствовать позитивным изменениям. И вот законодательные инновации, они же тоже должны исходить из реальной ситуации, которая складывается в высшем образовании республики, а не из каких-то абстрактных пожеланий и устремлений тех, кто эти законы предлагает и принимает. Вот теперь, если мы возвращаемся к таким языковым вопросам, хотя, казалось бы, частные вузы, наверное, в демократическом стране вправе сами как-то регулировать языки, на которых считаются лекции, но сейчас получается несколько абсурдная ситуация. То есть, предположим, что есть количество студентов, даже иностранных, которые хотят за свои деньги обучаться на русском языке. Вполне возможно, что в будущем появятся студенты, которые захотят в Европе получать частично образование, на китайском языке, которое тоже в мире весьма востребовано. Есть, допустим, преподаватели, которые готовы на китайском читать лекции, на русском читать лекции, на других языках читать лекции, которые не входят в состав Европейского Союза. И что теперь? То есть, если бы вместе с Англией и Ирландией тоже вышло бы из состава Европейского Союза, то что, английский тоже бы стал языком третьих стран? Нет, но там, слава богу, мало-то осталось. Еще мало-то осталось, да. Так что там английский язык остается, так что не так страшно. Но это как шутка. В принципе, в Совете по высшему образованию тоже дискутировали этот вопрос, и мнение Совета тоже было, так сказать, оформлено в протоколе тоже, что любой вуз должен иметь право выбирать любой язык. Любой вуз, так сказать, имеет право сам решать, в каким языке проводятся занятия, каких профессоров приглашают. Главное, что должно оставаться, так сказать, неуязвимым, это вот качество образования. То есть, профессора в любом языке, в котором они говорят, и студенты, которые слушают, должны быть подготовлены, прием информации, эти выпускники должны быть готовы или работать, или как-то по-иному использовать, или там, я не знаю, в кухне, или там, где эти знания. Но это другой вопрос. Если смотреть на эту систему, так сказать, со стороны цифр, вот вы навели меня на одну мысль, когда сказали, что вузов слишком много, я подумал, может быть, идея была такая. Но это только мое предположение там. Действительно, количество студентов в Латвии сокращалось. Где-то 130 тысяч, где-то сейчас около 80 тысяч. Может быть, кому-то из политиков зашла в голову идея, что вот если те, которые здесь, в Латвии, заканчивают среднюю школу, и потом идут дальше учиться на русском языке, где-то, я не знаю, в БСА, ТСА или где-то, где они хотят, если им не дать возможность учиться на русском языке, может быть, они пойдут на госвузы учиться на латышском языке. А, то есть таким вот образом учить по облему конкуренции, да? Поскольку знания средний школьник, который заканчивает, это экзамен показывает. Это и турии, которые приходят из русской школы, они учатся нормально, так что там проблем нет. Может быть, такая идея там. И тогда, может быть, те вузы, которые, так сказать, преподают только на русском языке, они, естественно, сократятся. Я не знаю, есть ли такая идея. Но точных данных нет. Нет, но я постарался из, так сказать, из министерства той информации, которая есть статической, ну, хотя бы предположить, сколько есть такие, которые приезжают учиться где-то из разных других стран, ну, в принципе, из бывшего Советского Союза, ну, кто-нибудь еще из Чехии, из Польши, которые знают русский язык. И мне получилось где-то 1400-1500 человек. Таких, которые показывают, как мобильные студенты, которые среднюю школу заканчивали где-то, ну, так сказать, за рубежом, не в Латвии. Так вот, если посмотреть дальше, чисто, так сказать, то, они что, сколько они платят за учебу, это, ну, приблизительно где-то 3000 евро за год платят. И то, что они тратят еще на проживание, ну, мы знаем, потому что там нет большой разницы, или учиться на английском или русском языке, они тратят приблизительно на то, одно и то же. Получается, что закрывая рынок для тех студентов, которые желали бы учиться на русском языке здесь, мы в год потеряем как минимум 10 миллионов. Это можно довольно легко подсчитать. Ну вот, подумали ли об этом те, которые этот закон принимали или нет, я не знаю, но тогда, когда мы задавали этот вопрос, а как это выглядит, ну, так сказать, с финансовой стороны, ответа не было. Вот есть такой вопрос, мы говорили об иностранных студентах, вот, предположим, не знаю, выпускник латышской школы, для которого латышский родной, у него проблем нет. Он хочет получить, как он считает, такое конкурентоспособное мировое образование, не хочет, или его родители не хотят, чтобы ребенок уезжал учиться в Англию. Он хочет на английском языке учиться в Латвии. Я так понимаю, что сейчас у него тоже такие возможности могут быть ограничены. Если, конечно, он не выбирает два вуза, о которых мы поговорим несколько позже, которые были выведены и находятся на особом положении, то есть есть более правильные частные вузы и менее правильные частные вузы. Ну, мне тяжело. Но эти двое только псевдо-частные вузы. Да, но тем не менее, они существуют по особому, так сказать, закону. Частные псевдо-вузы будут. Есть такая возможность сегодня в Латвии, и будет ли она в свете вот этих поправок, которые ограничивают тут тоже? Это очень интересный вопрос. Я этот задавал двумя юристами. От каждого получил другой ответ. Да. Так что эта формулировка... Сколько юристов, столько и мнений. Ну да. Так что вопрос в том, если это человек, который... Ну, это я буду немножко как анекдот рассказывать. Сидят два студента, два ученика средней школы за одной партой. Учатся где-то, я не знаю, в Далгоприсе, да все равно где. Да. Но у одного есть латвийский паспорт. Да. У другого есть русский паспорт. Есть такие, да. По виду на жительство. Российский паспорт. Да, да, да. Так вот теперь получается, что тот с русским паспортом имеет стопроцентное право учиться дальше на английском языке, а тот, который, так сказать, попался в латвийский паспорт, у него теоретически могут возникать проблемы. Я не знаю, так ли эти законоприниматели думали или просто так в спешке. Этот проект вообще появился только в третьем чтении. Что уже о чем-то говорит, да? Ну, о чем-то говорит. Ну, о предвыборной кампании говорит. Да, но это при том, что президент всегда говорил о том, что нельзя в третьем чтении концептуальные поправки подавать. Ну, это любой может посмотреть, так сказать, в протоколах в комиссии, в Сейме, там, как это все происходило. В принципе, там вообще эти все поправки, считая аккредитационные поправки, вообще должны были идти через кабинет министров, и потом только появится в Сейме. Через кабинет министров прошла одна небольшая, небольшая листовка, с двумя, я сказал, очень хорошими поправками. А потом на второе чтение появились где-то страниц 15, там, совершенно другие поправки. И там еще этот языковый вопрос вообще там не был. Это было специально запланировано на третье чтение, да. Ну, это опять надо спросить. Или кто-то в тот момент додумался, и кто-то специально запланировал. Ну, поскольку все-таки депутат. Я там такое расследование не провел, но то, что таким образом не должны приниматься законы без тщательного анализа до этого, ну, это, так сказать, ну, мировая практика. Я полностью согласен с господином Баумницем и хочу добавить. И понимаете, нужно же все-таки анализировать не только формальные процедуры, но и содержательные аспекты. Вот формально, с одной стороны, вообще-то каждый в демократической стране имеет право учиться в том числе на том языке, на котором он считает нужным. В содержательном плане. Вот понимаете, одна из больших проблем, я не знаю, как, например, мнение моего партнера Алденеса, исходя из его личного преподавательского опыта, но мой опыт, например, говорит о том, что уровень понимания студентов с каждым годом все более стремительно падает. Вы знаете, я иногда, читая лекции, просто в виде таких дурашливых тестов спрашиваю, типа, объясните мне вразумительно, почему кусок железа тонет, а корабль плавает. Никто вразумительно объяснить не может. Специальную теорию относительности опубликовали еще в 1905 году. До сих пор подавляющее количество живущих на планете Земля не понимает природу времени, хотя они живут, все мы живем, как бы в этом времени. Проблема понимания сегодня стоит очень оста. Знаете почему? Потому что вообще-то успешно применять знания можно только их понимая. Научить пониманию может только тот, кто сам понимает. Причем здесь язык? Понимаете, раз мы плохо друг друга понимаем даже на родном языке, вот это преподавание на языке, которым обучаемый плохо владеет, приводит к тому, что уровень понимания падает. Уровень понимания падает. А падение уровня понимания в конечном счете означает падение уровня интеллектуального потенциала общества. Потому что не понимая, ты не сможешь успешно практически применить знания. Не можешь ничего произвести. Давайте приверемся ненадолго на новую серию рекламы. Во второй части продолжим нашу дискуссию. Не переключайтесь. Еще раз добрый день. Продолжаем работу в прямом эфире. Мы говорим о частных вузах, в том числе, или может быть даже в первую очередь в контексте тех поправок, которые были во время такой предвыборной лихорадки приняты еще предыдущим сеймом. И они предусматривают, что вот с нового учебного года нельзя будет принимать студентов в частных вузах на обучение на языках третьих стран, которые не являются официальными языками Европейского Союза. Но мы понимаем, что это, ясное дело, что это не язык суахили, это не японский язык и не китайский, при всем уважении к этим языкам, а это и в первую очередь русский язык. И это несмотря на то, что есть все предпосылки для обучения на этом языке, есть преподаватели, есть научная база, есть знания накопленные за долгие годы. В связи с этим возникает вопрос, а что дальше делать? Есть, как мы понимаем, несколько вариантов. Есть вариант дождаться, когда будет сформировано правительство господина Каинча, судя по всему, вот только что его официально номинировали на то, чтобы он формировал правительство. Появится новый министр образования, уже понятно, что будет новый. К нему обращаться, чтобы через министерство и правительство двинули эти вот поправки, по обмене вот тех поправок абсурдных, которые есть. Это один вариант. Вариант второй, пытаться что-то напрямую через депутатские инициативы менять, открывать закон о высшей школе и менять. И есть третий вариант, тоже, естественно, правовой, это через Конституционный суд. Там могут обращаться, мы в перерыве тоже это констатировали, и те, которые пострадали или могут пострадать от этих поправок, это студенты, это преподаватели, это владельцы частных вузов. И 20, не менее 20 депутатов Сейма, которые против вот этих поправок, тоже могут подавать. То есть, есть разные варианты. Я так понимаю, что все они обсуждаются, Валерий Евгеньевич, не так ли? Совершенно верно. И вы четко сформулировали три возможных формы подачи, но, как сказать, их нужно разделять не союзом или-или, а вполне возможно союзом и-и. Например, и студенты, и депутаты. И так далее. Важно, как сказать, все-таки отработать текст. Знаете почему? Потому что, вот смотрите, мы только что говорим, что те поправки, которые мы обсуждаем, иногда сформулированы двусмысленно. Алданес это очень наглядно показал. На примере студентов с двумя паспортами школьников и так далее. Так вот, мы не должны тоже совершать такую ошибку, и текст нужно как следует отработать. Он должен быть бесспорно однозначным, обоснованным, доказательным. И вот над текстом достаточно давно и долго работаем. На сегодняшний день текст практически уже готов. И, следовательно, будем вести речь о том, по каким путям осуществлять его подачу для апелляции. Да. Алексей Бамонис, все-таки мы знаем, что один из аргументов, если это вообще мощь от аргументов, вот Министерство образования, когда подавало вот эти поправки языковые на 3000, она говорила, вы понимаете, какая ситуация? Ну, ничего личного. Мы просто хотим уравнять как бы в правах и обязанностях государственные вузы с частными. Вот так дословно было сказано. И когда там кто-то поинтересовался, что вы имеете в виду? Говорит, ну как? Ну вот, государственных вузов нельзя преподавать на языках третьих стран, и в частных не надо. Все будут в равных условиях. Правда, они забыли сказать, что государственные вузы получают госдотации, а частные вузы живут на свои. Но вот это был такой аргумент. Ну, это я могу только сказать, если уравнают шансы, а тогда давайте это сделаем по всем пунктам. То есть, по бюджетным местам хотя бы сперва. Кстати, во многих странах частные вузы получают и да, 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 есть там, 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 но и по другим пунктам, по европейским фондам то же самое, так что там достаточно много есть пунктов, где действительно надо подумать. Может, они помогут в оплате заработных плат преподавателям? Ну, ничего вот такого не происходит. А если будем тогда всем вузам уравнять шансы, тогда у нас есть два очень интересные вуза, которые имеют свой закон, тогда мы должны, так сказать, создавать еще как минимум 38 отдельных законов для каждого вуза. Шведский имеющий? Я имею в виду юридический и шведский. Да, высшая школа экономики, высшая юридическая школа. И там еще, так сказать, ну, давайте сделаем тогда так. Кстати, между двумя войнами для Латвийского университета действительно был свой закон. К этому можно вернуться. И там в каждом вузе там можно записать, каком языком должен владеть там ректор, чтобы быть ректором, или я не знаю, что там другое еще. Все это можно сделать. Но пытаться все это уравнивать, изменяя только один пункт, ну, это не аргумент, это кайреганс. Это повод. Это просто повод, но это не аргумент для такого решения. На мой взгляд, сама постановка вопроса о необходимости уравнивать государственных и частных вузов неконструктивна. По той простой причине, что вообще опыт последних десятилетий показывает, что свободный рынок сам по себе вообще-то не является наилучшей формой регуляции человеческой деятельности. И наоборот, плановая государством управляемая экономика, например, тоже не является лучшей формой, в какой бы виде она ни осуществлялась. Дело в том, что управление и свободный рынок взаимодополняют друг к другу. И поэтому уравнивать их вообще-то неконструктивно. Кроме того, применительно к вузам. О чем говорит мировой опыт? Вот смотрите. Наиболее престижные вузы США, объединенные в Лигу Плюща, частые. Наиболее престижные вузы в Великобритании, объединенные в Лигу Красного Кирпича, частые. Здесь идет взаимодополнительность, как в любой экономике, как в любой области нашей деятельности. Понимаете? Государственное управление и рынок должны гармонично дополнять друг к другу. У каждой формы есть свои преимущества и свои недостатки. Поэтому сама постановка о том, что сделаем равноправным, на мой взгляд, неконструктивна. Мы отказываемся тогда от тех рыночных преимуществ, которые вообще-то существуют. Да, вообще интересно было бы посмотреть, что, не знаю, там, может быть, я утривую, но там, не знаю, в Париже или в Осло, в УЗ приехал бы весь лектор, этот гостевой лектор, преподаватель, и на каком-то другом языке читал бы лекции, не зная, что пришла бы инспекция, или что как бы их наказали. Это было бы интересно все-таки посмотреть. Очень странно, куда мы движемся. Да, вот вы уже упомянули высшую школу экономики и высшую юридическую школу, которая, я так понимаю, имеет особо привилегированный статус в нашей стране. Ну, в притере, совершенно верно. Причем, к ним уважении, но я, честно говоря, не понял, почему. Извините, причем я усилю аргументацию коллеги, причем даже по отдельным пунктам, типа, какими языками должен владеть ректор и так далее. И только ректор. Поэтому, естественно, может государственным языком не владеть. Да, поэтому вот это заявление о благих намерениях уравнять, его или нужно проводить последовательно и до конца, или признать, что это просто повод, а не причина. А вот, может быть, я так утрилую, но все-таки, может быть, или полемически заостряю, как журналисты любят, может быть, специально все таким образом было сделано, чтобы облегчить подачу исков в Конституционный суд. Потому что, ну, то, что это явная дискриминация противоречившей Конституции, целому ряду международных обязательств в Латвии, ну, по-моему, это же очевидно. Вы знаете, это очень хитрые мысли, но я не думаю, что законодателю... Так далеко пошли, да? Законодателю априори нужно было, чтобы его законопроекты и принятые поправки к закону обсуждались в Конституционном суде. Я тоже думаю, что такое вряд ли... Если напомнить, что это вообще появилось только в третьем чтении, ну, такой полушахматной партии, там никто сыграл. Есть еще пара такой же аргумент из теории заговора, что, может быть, они работают на конкурентов. Я почему спрашиваю? Поскольку мы знаем, что в Эстонии все-таки подобных норм нет. Да, там тоже есть частные вузы, тоже есть языки разные преподавания, в том числе и на русском можно, и на английском можно. Извините, хочу уточнить. Изначально в Эстонии два закона о высшем образовании для государственных и для частных вузов. У них изначально не пошли другим путем. Они написали правила игры для тех и других вузов, прописали в двух разных законах. Латвия имеет один закон, который обязателен и для государственных, и для негосударственных. Эстонцы сразу пошли по другому пути. Да, господин Бауманин. Ну, там два пункта. Если смотреть по законам, так этот закон высших школ, это вообще уже давно должен был быть отменен. Там немножко истории. Он сохранялся с 95-го года. Даже перед тем, как вообще проводилась реформа законодательства по образованию. Там должен быть уже, давно уже должен был быть закон о высшем образовании. Такого до сих пор нет. И я не уверен, будут ли, будет ли при этом сеями, потому что там достаточно много действительно спорных вопросов и по науке, и вообще по другим. Но я не очень-то верю, верю таким, ну что ли, теориям заговора. Но вряд ли кто-то додумался, давайте не будем разрешивать преподавание на русском языке в Латвии, чтобы уменьшить латвийский бюджет, там, как я уже сказал, где-то на сколько там получится. Ну, 10 миллионов. Это не бюджет, это вообще, ну, оборот денег. Оборот всех. Ну, конечно, из всего этого оборота там, ну, как минимум пару миллионов уйдет. Ушли бы, если они зашли в Латвию, ушли бы в бюджет. Ну, я не думаю, что такой, кто-то такой, такой, я не знаю, не террорист, а такой вредитель латвийскому бюджету где-то сидит там, где-то там в Сейм или в министерстве и думает, как уменьшить этот бюджет. Есть другое. Есть просто непродуманные решения и желание таких, ну, что ли, резких поворотов делать в системе образования, что невозможно само по себе. Я когда-то студентам приводил пример о танкере и о этом, как он называется, водяном мотоцикле там. Так вот, второго вы можете развернуть быстро, на месте. Если вы постараетесь танкер таким образом развернуть, так вы его переломаете и потонете, и все там. Законы физики. Ну, да, ну, конечно. Ну, их, этих законов физики, они все должны соблюдать, потому что, ну, все это, как сказать, это основа. Но то, что не было сделано, это не было достаточно, ну, что ли, внимательно, продуманно, продуманные последствия этих изменений законодательства. В любом случае, это как бы даже престиж высшего образования теряется, если там что-то там, там так резко поменять. Давайте вот этим еще дадим заканчивать. Там, кстати, есть пара из ноты. Это еще правило перехода, там 49-й пункт есть в законе. Там можно посмотреть, что там, значит, начиная с 19-го, 1-го января этого года, значит, вузы не имеют права принимать студентов на учебу, но люди-то до этого что-то думали, там собирались ехать. Это если иностранные студенты, они решение принимают как минимум полгода или больше назад, если какая-то страна там резко что-то там меняет, там после третьего чтения, так этим людям же создается мнение о том, что здесь происходит. Это не самое, так сказать, положительное мнение, которое создается. И второе, нет ответа, то есть, что будет после 22-го года. Скажем, студент, который поступал, может быть, уже учится на русском языке по какой-то причине, ну, я не знаю, там, ребенок родится или что-то там другое, там заболеет. Взял академический отпуск? Да, да, берет академический отпуск. Как он будет заканчивать после 22-го года? Да. Если что, это вообще не продумано. Этот вопрос я задавал там этим инициаторам этого закона, ну, единственное, что мы получили ответ в это, как раз вот этот 22-й год, до этого даже такого не было, там запретили, все. Ну, что показывает, что это просто не продумано. Не продумано. Ну, сейчас, наверное, сложно гадать, кто был инициатором, но такое ощущение, что это все-таки было политическое решение, не столько вот на уровне специалистов министерства образования, сколько инициатива, видимо, исходило от самого господина Шадоскиса. Я думаю, что не только в этом, во многом прослеживается вот этот примат политических интересов над экономическими соображениями, над экономической составляющей всякой деятельности, да. И я согласен с коллегой, что в этом вряд ли можно усматривать злую мысль, вот здесь просто имеет место неумышленное заблуждение, недопонимание, недопонимание. И действительно, система образования вообще-то исторически одна из самых инертных. И вносить в нее изменения всегда нужно весьма и весьма вдумчиво и осторожно. Делать инноваций организационных ради, инноваций, не следует. Издержки обычно перекрывают тот позитив, который из этого, в конце концов, мы получаем. Вот, поэтому, ну... Я бы не думал, не думая, что это инновации. Инновации немножко другое дело. Там это такие, ну... Ну, почему? Это организационные нововведения в систему образования. Поэтому я обзываю это инновацией. Но тогда я бы его вскопу все-таки поставил, эту инновацию. Да. Вот такой, может быть, вопрос, может быть, сейчас он такой риторический, без ответа. Но вот все-таки мы знаем, что в целом ряде стран, действительно, вот мы о чем говорили, уже упоминали, есть возможность и для частных вузов получать эти вот бюджетные места. У нас вообще эта дискуссия хоть на каком-то уровне велась, ведется, может быть, сейчас, после вот, когда будет сформировано новое правительство, возобновить об этом разговоры? В принципе, есть в Латвии тоже. Есть, если смотреть по... Смотреть по... Как говорят? Ну, это... Правила Кабинета Министра. Правила Кабинета Министра, где идет речь о бюджетных местах, там есть пункт, который дает право частным вузам тоже получать бюджетные места в трех... Если исполняется три пункта там, то есть рабочий рынок требует эти места, программы, так сказать, ну, лучше государственных и госвузы не справляются с треб... с спросом для таких специалистов. Ну, я знаю, что в Турии около 20 таких бюджетных мест есть по туризму, но эта программа действительно, ну, что ли, все в Балтийских странах самые сильные, там, с международными аккредитациями, но я думаю, что сейчас это единственный случай, были бюджетные места в докторском уровне, по-моему, в Ресебе, если я не ошибаюсь. Ну, почему там их больше нет, я не знаю, потому что спрос к докторскому уровню очень велик. Да, докторов по-прежнему не хватает. Не хватает очень сильно, они стареют, это, так сказать, объективный процесс, и новые, если не появятся в Латвии, тогда должны будут, как бы, импортироваться, а это всегда будет стоить больше денег, еще не знаешь, как хорошо подготовленные специалисты, как те, которые приедут, они, может быть, хорошо будут сдать свое дело, но как они хорошо будут разбираться в латвийской ситуации, это еще не уверены. О языках преподавания. Ну, языках, это для спецгрузов. Это, да, да, это понятно. Ну, вот мы знаем, это, конечно, может быть, не самый сейчас главный аргумент, но один из, мы знаем, что есть рамочная конвенция Совета Европы, к которой Латвия присоединилась, где пункт седьмой, если мне память не изменяет, черно по-белому написано, что представитель национальных меньшинств, Латвия к нему присоединилась, приняла, имеет право создавать свои частные учебные заведения на своем языке, да, ну вот эта поправка тоже грубо нарушает эту конвенцию, то есть фактически на сегодняшний день там, не знаю, представители там, не знаю, русского меньшинства, там, украинского меньшинства, да, там, не знаю, белорусского, да, не могут за свои деньги такой частный ВУЗ открыть. Вот это, кстати, тоже интересная. Ну, это к тому, что, в общем-то, почему я думаю, что законодатель не планировал того, чтобы обиженные студенты подавали в Конституционный суд, потому что, в принципе же, после Конституционного суда есть следующая инстанция, и вот там будут работать уже другие люди, да. И вот эти, вот эти статьи и их пункты, да. Вероники Фауэлдис Бауманис у нас были в студии, представители частных ВУЗов, ну, будем надеяться, что вот это, как-то вежливо сказать, такие вот политические игры вокруг частных ВУЗов закончатся с тем, что закончили все-таки выборы. Пора уже начинать более прагматично мыслить. Может быть, как-то депутаты и новый министр поймут, что не надо дело доводить до Конституционного суда, это можно все решить и устранить вот это принятое поспешное решение. Будем надеяться. Спасибо большое. Спасибо, Абиб, за то, что и по радио «Болтком», и вы лично инициировали обсуждение этой актуальной проблемы.